добрый день уважаемые зрители и слушатели мы продолжаем наши видео уроки по истории нового времени продолжаем говорить о 18 веке и сегодня у нас с вами четвертый и заключительный видео урок о великой французской революции поговорим о том как она завершилась среди ученых историков до сих пор ведутся споры какое событие можно считать окончанием великой французской революции некоторые считают что таким событием является термидорианский переворот 9 термидора второго года республики когда в 1794 году была свергнута якобинская диктатура и к власти пришел термидорианский буржуазный конвент другие говорят что правильнее будет считать окончанием революции распуск этого самого революционного или уже контрреволюционного конвента в 1795 году когда власть перешла к так называемой директории некоторые считают что и период директории еще четыре года можно отнести к революции правда революцию шла так по нисходящей на спад и правильным моментом окончания революции можно считать переворот который учинил генерал будущий император французов наполеон бонапарт но есть те кто считает что сам бонапарт это порождение революции а значит и всю эпоху французской первой империи империи бонапарта аж до 1815 года можно считать продолжением революционной эпохи дескать революция закончилась только тогда когда бонапарта окончательно свергли так или иначе мы считаем что стоит поговорить о тех событиях которые продолжались от термидорианского переворота до переворота который вознес на вершины власти бонапарта и вот этому и будет посвящен наш сегодняшний видео урок 9 термидора второго года республики переворот на следующий день лидеры и кабинцев рабеспьер сен-жиуст кутон и другие отправляются под нож гильотины наиболее решительные наиболее радикальные революционеры больше не живут а буржуазия победившая французская буржуазия ликует начинается короткая эпоха термидорианского конвента большинство депутатов вот этого выборного органа которые пересидели жерандистов пересидели якобинцев теперь могут по полной программе воспользоваться преимуществами своего положения во франции после термидорианского переворота укрепляется власть буржуазии причем в первую очередь буржуазии крупной не только революцию делали депутаты конвента и их ближайшие друзья и товарищи многие в мутной воде революции пытались выловить золотую рыбку и вылавливали занимаясь спекуляциями перепродажами наживались на поставках в армию и так далее и тому подобное многие составили неплохие состояния вот таких людей новых богачей во франции стали называть новориши новориши это такие новые французские конца 18 века французская революция идет по нисходящей по большому счету термидорианский конвент сворачивает вот все те начинания которые запустили якобинцы распускается коммуна парижа распускается закрывается сам якобинский клуб в париже и его отделение в департаментах франции знак того что революция завершена из пантеона зала славы франции выносят прах знаменитого жанна поля марата певца этой самой революции естественно что термидорианцы буржуазия пришедшая к власти тут же отменяет установленные кабин сами максимум цен разрешая всем спекулировать так как им захочется цены на все продукты тут же ракетой устремились вверх более того термидорианцы мстя якобинцам за тот страх который они пережили во времена якобинского террора разворачивают целую волну террора белого уже не красного революционного а террора по отношению тем кто хотя бы каким-нибудь краем и каким-нибудь боком был причастен к деяниям якобинцев этот белый террор унесет тоже немалое количество жизней экономика страны прямо скажем летит в пропасть в стране дикая инфляция печатаются в большом количестве ничем не обеспеченные бумажные деньги цены на все стремительно растут а депутаты конвента как вот можете увидеть на этой карикатуре живут себе вполне неплохо погрязнув в коррупции спекуляции во взяточничестве они радуются жизни у них праздник буржуазия ликует впрочем положение французской буржуазии положение термидорианского конвента было не очень устойчивым его постоянно пытались скинуть то справа со стороны консерваторов монархистов то слева со стороны революционно настроенных рабочих санкюлотов так весной 1795 года в париже произошло целых два восстания городской бедноты которая требовала во-первых хлеба ну просто потому что голодала а во вторых конституции 1793 года той самой якобинской конституции реально демократической реально конституции про равенство которую так и не ввели в действие с правого фланга конвент атакуют райлисты сторонники монархии которые надеются на реставрацию на восстановление династии бурбонов их надежды связываются с сыном людовика 16 которого они называют людовик 17 впрочем этот мальчик долго не прожил в скором времени умер а надежды райлистов теперь связываются с братом людовика 16 графом прованским который получает имя людовика 18 так или иначе конвент обеспокоен наступлением что справа что влево и пытается и райлистов и санкюлотов держать в крепком кулаке принимаются законы как против тех кто требует восстановления монархии так и против тех кто требует введение конституции 1793 года якобинской конституции и тех и других нарушивших эти законы ждут тюрьма или национальная бритва естественно что буржуазному конвенту нужна своя конституция свой основной закон который закрепил бы господствующее положение французской буржуазии 22 августа 1725 года новая конституция принимается по этой конституции основная власть в стране сосредотачивается в руках двух советов первый это совет 500 500 депутатов которых избирают со всей франции второй это совет старейшим 250 человек куда избирают тоже депутатов со всей франции причем выборы не всеобщее не прямые совет старейшин могли избираться только люди обладающие определенным имущественным положением и достигшие почтенного возраста в 40 лет а вот непосредственно управление страной должна была осуществлять директория в составе пяти директоров этакое правительство главой директории становится лидер термидорианского переворота поль баррас приняв конституцию 1795 года революционный конвент ставит точку в своем существовании 26 октября того же года конвент самораспускается впрочем большинство депутатов этого конвента успешно пересели в кресло совета 500 впрочем еще до распуска конвента в париже происходит серьезный роялистский мятеж сторонники монархии были очень довольны теми событиями которые развернулись в термидоре второго года республики летом 1794 они увидели что наиболее решительные радикальные революционеры свергнуты отправлены на плаху и среди роялистов зреют мечты о восстановлении монархии по революционному календарю шел тогда месяц вандемьер месяц сбора винограда поэтому вот этот роялистский мятеж называют вандемьерским мятежом инициатором мятежа стала одна из секций парижа секция лепили те которые в основном объединяла представителей крупной буржуазии и золотой молодежи в париж стекается немалое количество роялистов из других районов страны приезжают даже из эмиграции в целом силам роялистов удалось собрать весьма внушительную толпу около 30 тысяч человек в течение нескольких дней в париже беспорядки огромная толпа собирается штурмовать здание конвента конвент в панике поль баррас лидер термидорианцев ищет судорожно ищет того кто мог бы силой задавить это монархическое выступление и вот этот осенний день день 13 вандемьера четвертого года республики звездный час знаменитого наполеона бонапарта наполеон бонапарт родился в 1769 году на острове курсика который совсем незадолго до этого стал французским владением так что наполеон скорее итальянец чем француз говорят даже до конца жизни он по-французски говорил с акцентом вообще-то его зовут наполеоне бонапарте на итальянский манер но мы его все знаем как наполеона бонапарта наполеон бонапарт происходил из небогатой дворянской семьи да еще из итальянской семьи поэтому в старой французской армии ему большая карьера не светила несмотря на все успехи которые он делал в артиллерийском училище поэтому неудивительно что незадолго до великой французской революции наполеон бонапарт чуть было не устроился на российскую службу представляете какой был бы исторический парадокс если бы наполеон бонапарт стал русским генералом а он вполне мог бы но наполеон не поступил на русскую службу дело в том что российская императрица екатерина вторая ввела правило по которому иностранцы на российскую службу принимались с понижением в чине а наполеон с детства честолюбивый понижаться в чине не захотел поэтому и в россию не поехал во времена якобинске наполеон сделал большой шаг к своей успешной карьере в 1793 году он отличился при осаде тулона в тулоне произошел раэлистский мятеж раэлисты сдали город и флот французский стоявший в этом порту англичанам армия якобинского конвента начинает осаду тулона в этой армии наполеон бонапарт получил должность начальника артиллерии и так успешно расположил орудия так успешно бомбардировал позиции монархистов и англичан что заставил их сдать город за победу при тулоне 24-летний наполеон бонапарт получает звание бригадного генерала казалось бы дорога открыта но происходит термидорианский переворот и наполеон бонапарт оказывается в опале дело в том что ему покровительствовал агюстен робеспьер младший брат знаменитого максимилиана робеспьера лидера якобинцев и вот когда и максимилиан и агюстен были отправлены под нож гильотины туда чуть было не загремел и сам молодой наполеон бонапарт не загремел ему удалось избежать преследования но и военная карьера пошла под откос долгое время он мыкался в париже не имея никаких назначений до был чин генерала до было жалований но половинное поскольку он не на службе а реальных возможностей не было и вот тут вот маившегося без дела наполеона призывает лидер термидорианцев поль баррас наполеон демонстрирует что он готов решительно расправиться с раэлистским мятежом толпа мятежников которая собралась на паперти церкви святого роха в париже наполеоном была разогнана артиллерийскими залпами кстати привел эти пушки в париж еще один будущий известный французский военный деятель йоахим мюрат большой друг а впоследствии и родственник наполеона знаменитый кавалерийский герой разгон раэлистов подавление монархического мятежа позволили наполеону перезапустить свою военную карьеру однако не только раэлисты выступали против термидорианцев многих из числа простого народа совершенно не радовала та странная система при которой равенство только провозглашалась а в реальности богатей и богатели а бедняки беднели среди парижской бедноты возникают зарождаются заново якобинские настроения возникают заговоры одним из самых известных таких заговорщиков был пьер ноэль бобёв человек которого мы знаем под другим именем обычно в книгах его называют грак бобёв почему так вообще-то он пьер ноэль но дело в том что во времена французской революции была такая мода свои старые полученные при крещении христианские имена менять на какие-нибудь другие новые обычно взятые из античной истории для французских революционеров пример греции древней и древнего рима был очень притягателен так например сменил свое имя один из лидеров французских бешеных ультра революционеров пьер шамет он требовал чтобы он называли анаксагором шамет там поменял свое имя и знаменитый революционер жан-батис клооц он теперь стал анахарсисом клооцом поменял свое имя и бобёв назвавшись грахом в честь знаменитых римских братьев грахов борцов с тиранией римских сенаторов бобёва мы можем считать одним из первых настоящих коммунистов в своих сочинениях он говорил что недостаточно просто объявить равенство в политических правах необходимо равенство в экономических возможностях а для этого нужно уничтожить частную собственность бобёв говорил о том что все произведенное необходимо распределять поровну между теми кто участвует в общественном труде поэтому неудивительно что сторонники бобёва бабу висты многими сегодня воспринимаются как представители коммунистического движения бобёв и его товарищи создали тайную организацию в историю эти события 1795 1796 годов вошли как заговор равных целью заговорщиков было свержение директории и установление народной по сути дела коммунистической диктатуры впрочем условия для того чтобы власть взял простой народ тогда еще не сложились пролетариат рабочий класс во франции был слаб и немногочисленен бобёв сильно опередил свое время поэтому увенчаться успехом его заговор конечно не мог заговор равных был раскрыт благодаря деятельности провокатора затесавшегося среди товарищей бобёва бобёв и его друзья были арестованы попытка восстания не удалась 30 человек расстреляли на месте а бобёв провел больше года в тюрьме и в 1797 году был казнен на гильотине франция эпохи директории это франция сотканная из противоречий богатеи богатеют и на показ демонстративно живут пышной и роскошной жизнью цены за четыре года директории взлетели в 230 раз при этом заработная плата выросла только в 63 раза в стране дикая инфляция и на этой инфляции очень неплохо нажились те кто стоял у вершин власти впрочем у директории были успехи в основном на военных фронтах генералу лазару гошу одному из талантливейших генералов революции удалось задавить в андейский мятеж а на фронтах сражений с антифранцузской коалицией успех за успехом новые генералы новой французской армии одерживают победы территория франции от врага очищена и директория переносит революцию за границы начинается экспорт революции аннексирована бельгия с пруссией удается заключить мир удается заключить мир с испании причем мир с позиции силы после нескольких побед очень успешными являются боевые действия в италии где командующим итальянской армией назначен герой подавления райлистского мятежа наполеон бонапарт 9 апреля 1796 года генерал бонапарт вывел свою армию в италию в ослепительной кампании последовал ряд побед лоди кастильоны арколе револи раз за разом австрийцы разбиты подробнее об этих сражениях об итальянском походе наполеона и других его походах мы поговорим с вами на следующем видеоуроке когда будем говорить об европе в эпоху французской революции победы генерала бонапарта в италии дополняются победами другого замечательного полководца генерала маро в германии и 17 октября в городке кампо форме был подписан мирный договор с австрией первая коалиция распалась война первой коалиции была завершена франция из нее вышла победительницей впрочем с великобритании мир подписан не был с великобритании продолжали воевать на освобожденных территориях или завоеванных территориях называют их по-разному в италии в голландии в швейцарии при поддержке французских войск были установлены собственные республики по сути дела зависимые от франции государства а далее взгляд французской директории направлен далеко на восток наполеон бонапарт предлагает директории план дерзкого похода в египет англичане они ведь не хотят примирения поэтому давайте нанесем удар по сердцу британской империи по индии а чтобы добраться до индии сначала нужно покорить египет который находится тогда под властью османской империи для французской буржуазии идея египетского похода весьма привлекательно потому что это возможно взять под контроль богатую восточную левантийскую торговлю торговлю с египтом и сирией странами леванта поэтому в 1798 1799 году французские войска под руководством бонапарта отправляются в знаменитый египетский поход к сфинксам и пирамидам о нем тоже подробнее расскажем на следующем видео уроке естественно что это воспринимается как страшная угроза и в том же 1798 году против революционной франции создается вторая антифранцузская коалиция потом будет третья четвертая пятая и даже шестая в состав второго антифранцузского союза входят англия австрия россия швеция турция неаполитанское королевство некоторые более мелкие германские княжества и пока наполеон со своими войсками застревает в египте в 1799 году в европу входит русская армия под командованием александра васильевича суворова а в средиземное море входит русский флот под командованием федора федоровича ушакова суворов и ушаков наносят французам целый ряд поражений в италии и на островах средиземного моря и все что было завоевано бонапартом вдруг в один момент оказывается отвоеванным обратно бонапарт египте терпит неудачу и ему с большим трудом удается в августе 1799 года вернуться из египта по сути дела он оттуда бежал бросив свою собственную армию и своих товарищей но ему нужно в париж потому что в париже нечто зреет директория зажравшаяся насквозь коррумпированная демонстративно роскошно живущая директория становится непопулярна и у народа у простых санкюлотов и у монархистов да и французская буржуазия интересы которой вроде как бы директория должна защищать очень хочет твердую руку которая бы взяла власть крепко и не позволила бы вернуть назад все те завоевания которые получила французская буржуазия в ходе французской революции один из представителей этой самой буржуазии аббат бывший аббат сиеес говорил шпага мне нужна шпага искали генерала который установил бы военную диктатуру таким генералом станет наполеон бонапарт складывается заговор 18 брюмера 8 года республики или по старому календарю 9 ноября 1799 года наполеон опираясь на армию совершает государственный переворот в армии наполеон очень популярен солдаты его поддерживают называют маленьким компралом наполеон объявляет о том что ему стало известно о якобинском заговоре против совета 500 и чтобы защитить этот выборный орган французской республики он предлагает депутатам перебраться из центра парижа на окраину во дворец сен-клу когда депутаты туда перебрались дворец сен-клу был окружен верными наполеону солдатами он вошел в здание где заседали депутаты депутаты разбегались как тараканы некоторые даже выпрыгивали из окон но большинство не всех но некоторых удалось отловить и заставить от имени совета 500 принять решение о передаче власти трем консулам директория была распущена вместо этого в ходе переворота 18 брюмера власть перешла в руки трех консулов одним из которых был конечно наполеон бонапарт состав от этой тройки будет меняться но наполеон будет оставаться в ней всегда тот кому нужна была шпага аббат сие из место консула потеряет буквально через месяц а бонапарт в конце 1799 года будет провозглашен первым консулом французской республики дорога к империи будет открыта но об этом мы будем говорить уже потом следующем нашем курсе но пока что мы прощаемся с великой французской революции наверное заключение надо сказать несколько слов о том какое значение она имела для французской и для мировой истории в ходе этой революции были сокрушены вот те остатки феодальных отношений которые сковывали французскую экономику франция получила возможность быстрыми темпами развиваться по капиталистическому пути другое дело что полностью всех противоречий эта революция все-таки не разрешила не получилось создать условия для развития капитализма во французской деревне поскольку революция закрепила вот это вот крестьянское малоземелье руках французских крестьян были небольшие наделы земли крупных поместье там не сформировалась а значит капитализм там будет развиваться медленно и в девятнадцатом веке франция от англии будет потихонечку шаг за шагом отставать понадобятся еще три революции для того чтобы эти проблемы были окончательно решены весь девятнадцатый век франция будет бурлить на европу это революция оказала огромное влияние именно под влиянием этой революции сформировались три основных главных базовых политических идеологий современности либерализм консерватизм и социализм на долгие годы в ходе революции и последующих событий европа была погружена в пучину войн сначала войны революционные затем войны французской империи очень многие считают что великая французская революция это такой своеобразный образец лекала по которому можно измерять другие революции и действительно многие последующие революции но например великая русская революция семнадцатого года будут очень и очень напоминать то что происходило во франции большую роль революция сыграла для французской культуры революционных событиях принимали участие немало знаменитых французских ученых например философ николя кандарсе химики антуан лавуазье или клод луи бертоле математики лазар карно гаспар монш и жозеф луи лагранж механик клод шап принес немало пользы французской революции создав первый в мире семафорный телеграф который тут же стали использовать в войсках но с другой стороны вот этот революционный порыв стремление сокрушить ансьен режим старый порядок который был во франции привел к тому что в ходе революции уничтожались многие памятники старого феодального периода проводилась политика д христианизации культ иисуса христа заменялся придуманными наскоро культами разума или какого-то другого высшего существа проводились и репрессии по отношению к деятелям культуры так например жирандист николя кандарсе был арестован и умер в тюрьме а знаменитый химик антуан лавуазье вообще попал под нож гильотины правда он туда попал не как химик а как человек который нажил состояние на откупах налогов еще в королевский период и вот когда вот этих откупщиков откровенно наживавшихся на сборе налогов с простого народа начали судить лавуазье тоже попал в этот список есть такая легенда что когда судили лавуазье один из его судей скажет знаменитые слова революции ученые не нужны ну кто он такой был чтобы говорить от имени революции революции любой революции очень нужны ученые люди потому что мир могут поменять только люди умные французская революция очень серьезно поменяла мир о том что происходило в европе пока во франции бушевали революционные стихи и мы поговорим на следующем видео уроке благодарю вас за внимание всего доброго а